965 я только сын помню сколько 21 я из-за него здесь ну то есть за него ну я хотел чтобы ему сказали что он служил просто срочку проходил его полгода терроризировали контрактами подпиши контракт подпиши контракт 965 волков интересно сейчас я надеюсь если покажете картинку я скажу точно я не помню 85 79 или 79 80 ну вот он служил более да пока он отвечает до беседы пошел него нет слава богу и не пойдет ну я ему сказал чтобы он ни в коем случае сюда не попал просто когда я сюда попал я понял что это вообще не наш война да ладно будьте первым кто это понял ходил час должен быть москву и до москва можно ему сообщение он пока то не прочитал он может так делать вид что не читает андрей это папа возьми пожалуйста трубку и я сейчас постараюсь тебе перезвонить это очень важно и срочно ну и что вы пошли вместо него нет вообще ситуация не такая была он в ноябре призван был я из-за того что 23 я читал прочитал из-за того что он служил служил подрезанию в ж.д. войсках их полгода с мая месяца ну насиловали этими контрактами подпиши контракт подпиши контракт а потом это все расскажете мы вас наберем в течение получаса будьте на связи на хорошем интернете спасибо ну вот и далее получилось что 23 сентября когда объявили мобилизацию они рассказывайте вы потом это не ваша война но по телевизору другое хорошо нашел по телевизору говорят что здесь наемники своих украинского народа я не знаю видели наемник нет ни одного это вообще для меня чтобы я не полностью украинские ребята ни одного даже другого и кстати относились весьма весьма вы поделены для профилактики ну не особо я должен чтобы не избили там до потери сознания там на месте нет хотя братьевых вы курите у вас у родения нет я вообще меня бог спас потому что берете в богу конечно зачем зачем но среди детства приучен родителям не так вы верите или вы приучены я верю конечно верю то что он есть произошло да это иначе как чудом не назовешь потому что я попал под несколько обстрелов сначала со стороны украинских украинская армия и меня ничего не задело убили четко блин даже у меня от рюкзака ничего не осталось вообще ничего он не чувствовал рюкзаку не рюкзак который лежал в блин даже он как они блин нашим пленкой накрытый яма накрытая пленкой и закрытая ветра я там успел курить или сумме будет яма накрытая ветками условно говоря я был ближний к вашим позициям расскажите это все они надо сейчас нет но я еще включу свет в этой фиге включу еще микрофон повешу мы списывались обычно дольше это происходит чтобы потом не останавливать время записи добрый день здрасте как дела у вас у нас могло быть в гораздо хуже это значит хорошо или как тогда расскажите что такое могу быть хуже могу а тогда сейчас к сейчас я живой могу быть хуже это я должен был скорее всего умереть зачем умирать мы все бессмысленно прошу говорили зума твоей по своей глупости даже не знаю как объяснить думал иначе чем есть на самом деле представьтесь пожалуйста волков владислав геннадьевич дата рождения 24 августа семьдесят восьмого года семьдесят восьмого город рождения город набережной черны набережной черны вы даете добровольную согласие на запись в публикацию данной беседы да вы можете отказаться ну да даю зачем я зачем но у любого действия ну я не хочу чтобы мои дети служили вы хотите с помощью этой беседы донести до детей ну ваш сын эту беседу посмотреть потому что мы уже с ним списались у вас есть что рассказать сыну я переживаю за него конечно видели картинку у нас туда и вижу что там нарисовано военный нарисован да и наш военный на острове змеиный и там русский военный корабль который предлагает нашему сдаться наш военный что-то показывает и отправляет у нас на всех остановках карточках это было написано там нецензурное слово согласия даете вам полных получается 44 года до мне 44 кем вы были кем вы работали до вы мобилизованы я мобилизованы или контракт я мобилизованы мобилизованы кем вы работали до мобилизации инженер-электрик инженер-электрик от чего предприятия на котором производились производит производились ванны для гальваники ванны для гальваники вырос тремя словами можете сказать что это значит нанесение покрытий на различные металлы анодирование серебрение золочения понял вы делали оборудование я делаю автоматику автоматику долго в этом работали на конкретно этого предприятия почти год а до этого тоже по специальности общая по специальности инженер систем автоматического управления а ну то есть вы по сути по специальности работали специальности вы были обычным инженером или начальником каким-то обычным инженером у нас нет разделения большое это предприятие небольшое порядка 40 человек не маленько но небольшое было больше это в каком городе вы работали московская область метровский район это далеко до москвы 50 километров ну то есть по сути пригород понятно вы начали рассказывать что вы здесь вместо сына расскажите расскажите как вам пришла повестка вообще как какая-то чудесная история что вы вместо сына повестку я взялся на работе у себя она пришла для молодого человека который которому 24 года недавно исполнилось по стечению обстоятельств у меня сын служил в армии в это время на срочник с ноября месяца двадцать первого года и в ноябре в конце ноября 22 у него закончилась срочная служба должна была закончиться 23 сентября объявили мобилизацию им до этого полгода им предлагали подписать контракт пока он находился на срочной службой в железнодорожных войсках я ему постоянно говорил что никаких контрактов подписывать не надо надо служить когда объявлена была мобилизация sky их командир сказал я разговаривал со сыном он сказал что ему сказали но теперь уже без разницы подпишите его контракт или не подпишите все равно пойдете в армию я для себя решил что я не смогу отпустить вперед себе пойду первым крайнем случае если меня грохнут у него будет хоть какой-то шанс но почему-то у меня такая картинка в голове сложилась пойдете первым для чего пойду первым для того чтобы как у меня картинка сложилась из телевизионных новостей что территория украина оккупирована наемниками не знаю не народ украины здесь в основном арабы воюют с российской армии которая пытается освободить давайте разбираться во всем что вы только что наговорили арабы я сейчас перескажу не то как я понял что это мнение мы сейчас дадим под ну да чтобы я и зрители тоже были на одной волне я правильно вас понял что вы идя сюда думали что здесь арабы слова вот это нельзя говорить афроамериканцы захватили народ украины не только я наемники иностранцы иностранцы наемники они захватили народ украины а вы доблестная армия пришли освобождать народ украины ну так глупо не звучит сейчас на самом деле на это правда это вам по телевизору там так он ну я нас может насмотрелся что вы смотрели новости смотрел со всех каналов со всех ваших каналов ну соответственно и там по всем этим вашим каналам это все и насыпали насыпают говорят о том как все доблестно продвигается тяжело не хватает людей что протяженность границы огромные длины соприкосновений поэтому что решал ваш поход вместо ну тут еще же интересно что у вашего сына заканчивался заканчивала срочная служба в ноябре где он сейчас дома слава почему его не отправили воевать слава богу что мы пока не отправили хорошо и при этом вы еще сказали фразу что вы пошли вместо человека которому должны были дать повестку ну пустите говорю вот как это бог что ли или что вот пришла повестка я одновременно вот с этими событиями которую нам было передать молодому человеку я ее взял и пошел в инкомат а в повестке не было написано его данные и он надо было вписать на работу как это получается на работу принесли чистые повестки и сказали ну сколько повесток пришло на работу 1 1 из предприятия один человек должен зайти должен был пойти этот 24 летний акт почему он должен был или для него на но он служил ну так сказали мне начальство и вы вызвались вместо него да я взялся эту поездку поехал военкомат и в принципе думал что меня не возьмут потому что я вообще не служил вы до этого не служили я не служил я не военный вообще никаким боком к этому не отношусь просто я приехал военкомат спросил могу ли я пойти не не без проблем дали направление на 1 октября на 4 октября это было 1 октября я приехал военкомат 4 октября мне уже конкретно все меня записали вклеили в мой военный билет в котором было написано что я не служил и в котором вы не знаете этот человек вместо которого вы пошли он пошел потом не знаю а по ощущениям не знаю вообще мне кажется он пошел потом за ним еще пришли раз это логично если вы доброволец это не главное было главное было что вперед сына вперед сына вы как-то в военкомате говорили про сына или что-то нет ну то есть могла быть не могла по идее то что вы пошли и потом еще мог и сын пройти еще ну я надеялся на то что двух человек с одной семьи в любом случае не мобилизует это вам кто-то говорили вы так это чисто важно или выйдет отчитали это или как честно вот почему-то я так подумал жена у вас есть но и вместе все живет а еще дети или вот есть чем учиться насколько ему еще три года мы победим раньше поэтому надеюсь до него не дойдет такая себе короче тема непонятная мне ну ну реально вы пошли за кого-то хотя могли не пойти при этом это чувство глупости вообще не знаю давайте вернемся к вашей пропаганде что он там рассказывает и в каком виде мне тоже самое интересное пока ну я не знаю пропаганда ли это это просто картинка которая сложилась в моей голове о том что мы один народ я вырос советском союзе я помню много друзей украинцев которых с которыми футбол играл читал всегда своими друзьями братьями вообще никак не складывалась картинка что мы можем воевать друг с другом поэтому сложилась другая картинка я вынужден вас перебить и задать вопрос вы говорите у вас много друзей здесь у нас в украине не в украине кстати я учился из друг институте вместе с парнем из луганск он тоже абсолютно адекватный человек абсолютно вы с ним когда разговаривали последний раз 2002 году когда есть тут закончу поэтому я абсолютно ну еще же вот как сказать этот закон о том что ну нам так сказали что есть закон что нельзя на территорию украины говорить там но русский язык запрещен или есть такой я не знаю уже верить этому не я с вами на каком языке на русском ночью я поэтому удивился а другие люди с нами на каком языке на русском многие на русском большинство даже как вы представляете закон запретить говорить на каком-то языке у нас конституция написано ну я говори на каком хочешь не это взял из новостей хорошо я не я говорю это картинка которую вот я не она почему-то у меня сложилась голове я не знаю причину я учился в институте вместе с парнем из луганска он в 2002 мы не виделись больше он уехал вы пробовали какие-то альтернативные источники информации интернет я им пользуюсь но не для этого для ремонта электрооборудования у меня нет на это времени я единственное что вот вечером прихожу домой устал с работы как правило включал там какие-нибудь новостные каналы в том числе там знают 24 часа там не знаю первый канал 2 2 канал новости что еще вам наговорили и что еще не соответствует услышанному увиденному не соответствует у это ну или мне очень повезло или это действительно не соответствует у меня когда взяли в плен никто не бил более того ему я не рассчитывал на то что у меня стоит жив как это ну так вообще не рассчитывая думал что все я попал в окружении из которого невозможно вы расскажете эту историю как вы попали в окружении я же хочу закрыть тему с пропагандой вы жертва пропаганды можно так сказать ну наверно тут все вместе наивность моя не смотрите есть историю как вам вливали в уши с помощью там телевизора наружной рекламы бигбордов билбордов я не знаю разницу радио там газеты это есть средства массовой информации если вы говорите что вас вы являетесь жертвой ну я спросил вас жертва пропаганды тогда получается вас обманули ну правильно если то что вам рассказывали низали я хотел быть обманут это это другая уже история хотели ли вы наверно ну но как это назвать наивная глупость вообще вообще чуть-чуть не могу по-другому вы не первый который рассказывает такие вещи вы в ракушке ну да какой-то свой мир окси придумал я согласен и вас все устраивает выходите на работу вы приходите с работы у вас хватает времени там посмотреть там скобеева тиви вот это соловьев шоу всякие там ну вот этих дебилов короче которые орут синего экрана вас все устраивает вам рассказывают как у вас все хорошо живется очередная победа за победой со всеми против вас весь мир но вы все равно стоите также вам рассказывать вам рассказывают что здесь воюют все кроме украинцев украинцы ждут чтобы вы пришли их освободить кто дает эти нарративы давайте чуть-чуть глубже будем разбираться формируют повестку информационную на более простом языке правительству правильно кому-то ну то есть хорошо то есть кому-то должно быть выгодно возможно возможно да ну если бы я тоже как-то не был бы столь ну как сказать прямой линии давали не прямой можно было там с разных источников там информацию как-то не но это следствие вашей лупости то что любой человек да ну вот я сделал большую ошибку который сожалею реально жалею но с другой стороны я если не сделаю эту ошибку то может быть я бы и сына своего отпустил сюда сейчас я не отпущу ним при каких обстоятельств я у сто процентов не знаю тюрьма лучше чем вот уж там был с тюрьмой я бы тоже так потому что в тюрьме есть там чувак такой высый пригожим его фамилия вагнера там есть то есть если попал в тюрьму все равно потом в армию я не знаю надо устроить на работу ну то есть вы я знаю находитесь с вагнерами здесь да ну они что здесь делают тоже воюют это как я говорю про то что попасть в тюрьму вы говорите лучше бы в тюрьму попасть попали бы в тюрьму вы создали условия в тюрьме по которой вы бы пошли боевать только уже под флагом вагнера согласно ну возможно за кого вы голосовали за президент за путин царь хорошо сколько раз за него вас все время сколько он уже правит вами это нормально ну из-за того что сам сама страна как бы развивалась я же не знал внешней политики всех тонкостей и у вас страна развивалась ну у меня лично начиная в 2000 году когда я не смог после института устроиться на работу по специальности был бы достаточно большой промежуток порядка десяти лет за то что предприятия на котором скажем по специальности который я обучался не платили денег на которые можно было жить с 2000 года когда он пришел к власти как как мне казалось мне не казалось это реально я видел у меня вначале появилась работа потом появилась возможно подождите давайте вам в двухтысячном году было двадцать лет ну 2002 года институт закончил ну по 2000 так давайте мы просто штипа если фактами вы просто верите до двухтысячного года было все плохо с двухтысячного пришел президент но точнее царёк и стало все хорошо до 2002 года вам было не интересно что в стране потому что вы были студентом учились до этого слова реально голодом как вы голодали не на что было купить еду буханка хлеба на день было там это ельцинские времена когда всю страну разворовали нам досталось я работал грузчиком подрабатывал грузчиков у меня не было жилья своего я сниму ну как бы жил в общежитии в то время но родители у меня родители разведены мама тяжелой войны она все время со мной этот пришел царь и у вас появилась работа ну как бы жить стало лучше и легче вы были за границей нибудь египте в турцию был супер как живут в египте в турции в каком году вы были в египте в турции четырнадцатом египте мог в турции 18 недавно ну примерно 18 как же кто живет лучше турция или рашка конструкция лучше же что турция учите о чем египет нет мы не сравниваем турцию египет мы сравниваем турция в с рашка вегипет в с рашка в турции жизнь ну по крайней мере страны где находишься в отелях и так далее в отелях лучше конечно лучше а почему турция производит меньше всего ну то есть если мы опять же сравниваем ископаемые и все остальные вещи то как получается так что рашка продает газ нефть все что угодно ископаемые на весь мир а люди живут хуже остальных я бы не сказал что я плохо же это вот говорю чисто глупость моя у меня ну как бы дом ну жил неплохо и может лучше это же разные вещи возможно но когда было есть чем сравнивать было хуже в 90-е годы гораздо хуже лично мне я уже говорю правду правильно вот как и как оно было в моей жизни поэтому я говорю 990 были для меня очень тяжелые годы поэтому когда в 2000 появился путин со вареньем стал дубай 91 дубай 2012 но москва также превратил кроме москвы кроме москвы но я набережных челнах родился тоже превратился город тоже примерно в таких же пропорций развязки москва 91 в 98 москва 2015 и дубай пустыня и отстроенный город не но и ну в любом случае прогрессы там это я бы я просто знаю что за 95 года по 2004 в москве вот как она стояла так и стояла вот продажи но я не знаю по 2004 ложка в каком году ушел там вот все ничего не менялось лучшую сторону было бы было все только хуже почему страна которая торгует нефтью газом народу бедный ну согласна что в россии бедную страну объясните этот феномен царь то хороший при нем все ну то что у него там яхты корабли еленджик это понятно но как я себе картину предполагал даже был большой долг начиная там я знаю что не так давно мы рассчитались как это называется с американцами с американцами по долгу со второй мировой войны по лизингу совсем недавно только закрыли был большой долг евросоюзу немцам ну я это связывал с тем что все равно развитие это шло экономическое как там люди видят мою реакцию не верю вы верите в то что сейчас рашка должна вздохнуть по причине того что он закрыла долги по второй мировой войне нет я просто говорю как я себе я понимаю ну ваши мысли должны были быть сформированы на основании каких-то данных соответственно вам это кто-то сказал или вы это где-то услышали самосовую новость хотите я вам открою военную тайну вам дали военную тайну как военнослужащим нет почему тогда я с вами поделюсь с вашего разрешения военной тайны ленд-лиз про которую вы говорите это полностью безоплатная история никто не платил америка предоставила много всего начиная от машин танков и всех вооружений еды консерв тушенки и за это советы не платили это одно из условий ленд-лиза точно так же мы получаем сейчас вооружение на безоплатной основе только благодаря ленд-лизу была выиграна вторая мировая война и было сколько фронтов глобальных разница между второй мировой войной и великой отечественной какая-то тема что такое великая отечественная война великая отечественная именно годы когда советский союз противостоял фашистской германии правильно с когда по когда с 22 июня 41 года в чем закрыть почему советы начали противостоять что сделали фашистская германия они нарушили договор не нападение там я не знаю и вероломно напали началось бреста насколько помню а что такое вторая мировая война вторая мировая в тридцать девятом году даже что там было по 46 закончилась ядерными ударами хиросима нагасаки насколько я помню 46 чем отличается вторая мировая от великой отечественной правильно она началась тридцать девятом чтобы произошло германия напала германа на страны евросоюза и даст вам больше там и на остальные да вы знаете что с 39 по 41 год советы были союзниками германии но видимо это вот как раз и договор на совместно какой-то помимо договора было еще финансирование и тыловое обеспечение фашистской германии вагонами ехали грузы ткань нефть в германию металл чтобы клепать танчики и все это дело они были союзниками и потом они деребанили там больше чуть-чуть парад был еще в польше совместный ну я это уже не знаю почему это не рассказывает даже неудобная история получается хорошо и вы вот эти все беды рашки что она такая бедная несчастная связываете с тем что у нее было много долгов после войны и она закрывала по ним вопросы рассчитывалась и вот-вот должны были все зажить на что житель я говорю на отдых мне хватало на дом свой был машина простенькая была огород тоже что еще желательно в отпуск я мог съездить раз год я как бы не считал что я совсем уж я не олигарх ничего но я понимаю что у него ну как-то вот были люди которые жили гораздо хуже меня из этого я складываю выводы почему стране которая торгует нефтью газом во всем мире есть люди которые находятся за чертой бедности статистику откроем наверно не все одинаково работать я не знаю куда деваются все эти миллиарды долларов нефтегазовых это уже глубоко это не точно не моя тема ну потому что это тема олигархов которые билят еще очень много было разворовано по 90-е годы поэтому вывезено сколько я не знаю сколько вывезено было в 90 в третьем квартале 22 года границы бедности составила 13 тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей у вас сколько зарплата была у меня 70 у вас хорошая зарплата численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале двадцать второго года составила угадать а сколько миллионов человек сложно сказать и 15 и 3 миллиона человек или 10 процентов жителей страны 10 процентов жителей страны не могут себя прокормить возможно ну это то что выдает ваш гостад ростад представляет информацию границы бедности портале 22 года не признаю что многие пьют от чего пьют да нравится потому что выпила нет проблем бедным на бутылку нашел там боярышника залился и нет проблем и следующий день наверное же не знаю ну просто такую теорию слышу впервые что все беды из-за того что много долгов нужно было рассчитываться это чушь какая-то мнение я не говорю конкретное просто как пример что развитие было реально и было развитие стране что вы знаете раз вы говорите что ну дороги стали лучше было вообще вот то что там вас должны быть дороги круче чем в любой в европейской стране мира круче чем в дубаях ну вот мне этого хватало того что происходило там внешне я просто удивлен человек был за границей это на самом деле редкость из 500 человек или 600 с кем мы уже побеседовали десяти не только 10 человек может было за границей в египте там же вообще ужас нету там помойка прямо за территорией отеля ну либо да такая история понравилось море это же не то место где хотелось бы жить например скажем короче путин хороший президент нет занят я сейчас уже ничего не хочу вот эта война это не наш мнение мы же должны я добраться кисель я не хочу что произошло 24 февраля 2022 года прошу использовать термины которые вы использовали по отношению фашистской германии которая в сорок первом году вероломно наверное не наверное точно российской федерации вооруженные силы вас российской федерации веролом приступили границу украину почему они это сделали но я уже не могу за всю страну вы говорили тут наем я не я взяла я не знаю это уже не во мне дело это дело уже кто отправил вас лично сюда меня лично моя глупость я мог этого избежать нет то что вы д'артаньян и пошли вместо повестки вас хорошо берем не вас лично нет берем вас лично представляем что повестка была заполнена и вы бы пошли по повестке убираем эту историю что я сам пошел кто вас сюда отправил есть это лицо ну я просто хочу давайте подумаем лицо которое захотела чтобы здесь побегали с автоматом но правительство на наш у этого правительства есть лицо правительственным президент российской федерации цари путин да что вы так боитесь это произнести вас путин сюда прислал чему это есть факты это это не надо даже доказывать 23 февраля он объявил о проведении свой так называемый ваши вы тот кто за него голосовали получается сколько раз пять раз четыре раза по пять лет дать 20 лет четыре раза вы за него голосовали значит вы ему доверились право решать что делать с вами правильно правильно он же так решил ну все это же факты это же я же не придумал правильно правильно по итогу вас обманом сюда прислали для того чтобы сработал этот обман кто-то вливал вам в это в уши пропаганда через средства массовой информации правильно вам в голову вложили неправильную картинку но это же факт уж сами это рассказано я говорю да я согласен ну это как бы кто платит деньги средства массовой информации государственным вашим федеральным каналом правительство ваша платит ну не это все государственные помойки соответственно информационную политику задает кто музыку оплачивает тут музыку выбирает ну наверное возможно это совсем не очень важная тема если бы меня спросили я хочу чтобы вы начали думать я уже есть есть связь президент захотел повоевать чтобы сложить в массах правильное настроение нужно было вливать им промежуток времени кучу информации левой про каких-то наемников про каких-то иностранцев вы видели хоть одного не за ущемление русского языка вам по-любому там рассказывали распинают мальчиков сажают в тюрьму за русский язык по-любому я не знаю но сто процентов такие сюжеты бы снимались и они уверен что снимались им показывали они на кухне пусть я сидели это боже мой как там их ущемляют вот и в чем же тогда хороший ваш президент да я ничего не говорю не бывает идеально не бывает хорошо чеченская война первая вторая грузия летит не историю вот так получается что ваш президент по локти в крови каждую пятилетку он затевает какие-то войну войнушки просто чеченская она была в 95 а вторая чеченская война вот видите я не вру вторая чеченская война официально завершилась отмены в помощь 16 апреля 2009 года уже историком могу быть ну просто был боец тут который воевал во время второй чеченской войны убивал чеченцев и он сидел рядом с чеченцем и не мог глаза ему смотреть потому что чеченец сейчас воюет на стороне вас убийц оккупантов а рядом сидит груш не груш не который убивал чеченцев как-то так началась 9 7 августа 99 нет это не то что то что короче да с 99 по 2009 2 чеченская война чем она закончилась закончилась кто уничтожением группировок там на территории вам не показывал не схожая эта история каких группировок там жили себе чеченцы они пробовали вообще историю знаете чеченской войны это вообще не мои темы они отличаются тем что им льют информацию которая будет полезна чтобы ими легко было управлять неудобную информацию естественно не льют не рассказывают что ичкерия хотела стать независимым в москве этому не захотели началась война первый раз второй раз подкупили семью клан кадырова который воевал на стороне федеральных войск российской федерации и убивал своих же земляков чеченцев а ультом это все все дела уничтожались а сейчас рашка платит дань чечне в курсе да просто если по новостям это показать то будет неудобные новости ладно вернемся к вашей истории ясно понятно что неудобную историю вы не хотите слушать и мне почему не я просто не знаю я не специализована мы все да поэтому вообще глупая ситуация в которой я оказался реально чем у меня у вас куда отправили после мобилизации старицу это тверская область там был когда вы зашли в украину я еще скажу 15 декабря 15 декабря когда вы попали в плен сейчас скажу 16 февраля то есть вы воевали весь январь весь февраль два месяца ну как воевал я в основном находился на постройках этих блиндажей копали а попы блин бревен да и в основном ну то есть я стреляли то нет ни разу стрел вообще не стреляли как вам обеспечение армии обеспечение да все там я не знаю старую полную старую не договорились вы хотите мне тайм открытую не откройте еды хватало до с едой все в порядке понятно расскажите о последний свой день будучи в составе оккупационных войск но тогда два дня рассказывать в рассказывать о двоих меня отправили на усиление на позиции где это было под кримином кримином на усиление позиции второй рот в каком вы подразделении служили я связист как она называлась правильно связист 4 батальон 488 полк 4 батальон отделение управления минометной батареи это какая бригада у нас на бригады 488 полк мобилизованы все понял пришли вы на позиции я пришли у меня меня отправили на позиции за два дня до плена лена на приходит его на позицию сколько у вас там черту не привезли в 5 утра утром ранее было темно у нас привезли пятерых на подкрепление провели по местности вообще незнакомый самым дальним блиндажам и показали что я тут должен сидеть наблюдать там было три блин даже рядом я у меня поместили мне сказали что мое место в дальнем самым блин даже в третьем самым прикольным сам ближним к вашим позиции сколько было до наших позиций потом уже выяснилось не больше 100 метров и рация у вас было него ни у кого не умираться ни у кого и а как вы должны сколько было в вашем блин даже человек 7 было когда меня привезли нас было семеро в 3 блин даже а когда взяли в плен у нас было двое а человек ушли в 5 утра в этот день в 5 утра уехали с этих позиций начали в этих блиндажа от вы чего не уехали вот так я так понял что они как на помывку мне объяснили что я еду на это усиление 1 5 дней нас будут менять и ну я вверх не знал что вот прямо пять человек я же их еще никого не знал ко всему прочему я короче все 100 вы оставили все блин на три блин даже на три окопа осталось два человека два человека на три блин даже до врача когда взяли сух пайки там были у вас честно там они честно не было никаких сук пайков что вы ели два дня ну то что в рюкзаке с собой взял я на вам несу паек там консервы были у меня уехали они что дальше происходит а если у вас не было рации как вы должны были сообщить о том что что чуть дальше от этих трех блиндажей был еще блин даже один который я видел и там были три человека вот я так понимаю что в этих трех блиндажах кто-то был возможно с рации возможно но я не видел я пружину вам у вас как инструктировали меня инструктировали что я должен наблюдать в течение часа мы так и делали в течение этих двух суток то есть меня по времени будили я вылезала из этой ну как сложно назвать блиндажом там яма укрытая пленкой и ветками по большому счету это так и было яма укрытая пленка и ветками защищенная штука незащищенная вообще я ролики куда ну вы вылезали что вы делали в течение часа я смотрел за направлением которое мне указано нет там передвижение если какие-то как мне объяснили будут передвижения и я кого-то увижу я тут срочно должен крикнуть команду к бою и занять позицию с автоматом на готове на изготовке вас подготовили воевать вообще я ни разу не стрелял я ни разу не стрелял кроме как на полигоне 15 патронов я ни разу не в жизни не стрелял 15 патронов на полигоне и потом вот окоп из окопа вы стреляли нет а смысл я даже когда как хорошо давайте не буду перебивать вас уехали они что происходит начался арт-обстрел это уже был третий подряд арт-обстрел причем четко вот по этим трем блиндажам он накануне вечером был именно вот в эти блиндажи и я просто мог успел откопать в первый день я понял что вот когда так прилетает прилетала в первый день когда я там был совсем рядом я понял что меня через этот полиэтилен еще час-два и накроет в любом случае осколками потому что повсюду лес мин и разлет мин вообще хаотичный пленка не спасет я откопал там как называется лисина рада наверно в этом же блин даже то есть не выкидывая песок наружу просто тоже вниз не вниз в бок в бок и как бы когда начинались эти обстрелы я туда в этот в эту нишу просто залезал накануне весь всю яму прошила я не могу назвать это блин даже он там реально не бревен ничего я понял на всю яму прошила у меня рюкзак полностью прошила насквозь осколками от мины я его в этот момент как раз лежал в этом боковом ответвление вот вечером сообщил когда еще были семь человек соседних двух блиндажах были кстати перекрытия в одном в один ряд в другом в два ряда в два наката я сказал что еще одно и один такой обстрел и просто там мне как говорится не выжить они сказали что он ты можешь перебраться соседний блиндаж завтра завтра вот к завтра когда наступила утром час около не знаю часов 7 утра начался арт-обстрел я был еще в своем блин даже не знал что мне тоже этих пяти человек они уехали он еще не сказали ничего не сказали они сказали человеку который вот вместе со мной приехал это позывной был его прапор вот я запомнил фабор наверное прапорчик вряд ли он рядовой просто позывной так и начался арт-обстрел причем уже били конкретного прямо ну я не за мне казалось над головой взрывается меня в этой нише засыпало минимум там я еле вылез из-под песка который сверху упал уже на меня продолжался он недолго почти потом началась стрельба я понял что надо как-то вылезать у меня ноги зажало там болелась все ну то есть я вот этой нише она не прямо под все тело было ниш под пол тела и туда дальше у меня ноги сильно привалило по таз по таз условно говоря головой я дышать помог вытащить поясную часть не мог из этой я поздоровал куда и что да и вот пока я вылезал поднимался на ну сразу понял что это идет уже наступление повсюду были эти автомат на очереди и так далее вот услышал этот прапор подбежал сказал ты чё там не вылезаешь я говорю меня привалило ну живой неживой горит давай вылезай срочно надо отступать я как смог вырвался и побежал уже мне не до автомата было ни до чего он там просто засыпанным и остался потому что был рядом со мной народ я выскочил и даже направление куда бежать не знал мне этот прапор показал я спросил его в какую сторону хоть бежать надо он сказал бежим по направлению ну как бы указал направление туда там должны быть наши но стрельба была со всех сторон я видел вы что повсюду люди мы пробежали с ним вперед не знаю он чуть-чуть впереди меня я чуть-чуть занят метров 70 не больше и прямо на глазах у меня вот я чуть не шаг-шаг бежал за него ему пуля прошла через голову я прям видел вылетевшие мозги и он упал я тут же рухнул рядом и и уже как бы как сказать его попытался перевязать он дышал ты будешь по голове полевую у него я не хочу на себе показывать затылка зашло и вышло через зубы через щеку поле но он дышал не мог говорить дышал глаза ну кровь дошла и не мог подняться я его спросил можешь ли это подняться он сказал он ну как помотал что нет я так понял что мужичок заделали чуду руками он так услуги какие-то движения делал но я боя нечетки какие-то нечеткие движения были вот я достал этот из его перебинтовал ему голову из его аптечки то что было вот этот бинт перемотал голову и дальше просто стал осматриваться вокруг это было как раз какая-то такая полунизина но не ямы ничего но я сквозь кусты видел что не более 50 метров от меня украинский украинские военные из сзади и слева и справа со всех сторон я понимал что мне подняться только и даже побежать я в этом перекрестном огне сразу же просто меня накроет моментально они были нас ну близко обижать вот дальняя огневая . откуда стреляли тоже в мою сторону я так понимаю вот как раз туда куда мы хотели бежать там не знаю следующие позиции наши она была не не ближе там 150 200 метров мне в любом случае было не движать я решил что я буду лежать на этом месте может быть не заметят ну это может быть не произошло как вас заметили да не знаю минут десять пролежал наши подошли ну я лежал у меня не было даже автомата себе не ничего не было я руки в стороны разложил потому что я уже видел вообще вот рядом там не за 10-15 метров а прапору шевелился что-то кряхтел или сюда он все время ему тяжело было дышать и он все время кровь этого отхаркивал изо рта но она не утекла но он как мычал не говорил я думаю что он вряд ли бы выжил но я тоже думаю что вряд ли зашло в затылок вышло через щеку не медик но ну я не знаю двигать но у него наши подошли что подошли сказали что граната есть вы видели что оружие нету руки в стороны я сказал что у меня нет ни оружия ни гранат ничего они сказали перевернись медленно я медленно перевернулся они подошли уже спокойно как говорится меня обыскали ну как обыскали посмотрели что действительно я думаю спусту все и сказать быстро перед двигаться в блиндаж при этом я говорю вот никто меня пальцем не трону я удивился в баллу ну все были все говорили на чистом русском без ну я не ну со мной так разговаривали может быть между собой там какие-то отдельные слова жену все равно больше я все понимал что говорить конечно вы понимаете уже меня понимаете почему потому что мы на русском сейчас разговариваю на украинского можете не прикиньте мы можем на двух языках это бонус или нет бонус некоторые на нескольких языках внутри я знаю семь языков вы сколько знаете один это плохо наверно я же диктант напишем по сути дальше не интересно что с вами было но у вас там допросили вы рассказали про позиции это все понятно правильно да я ничего не рассказывал ни по позиции ничего чем я допрашивать или позиции то не знал я там два дня был на этих позиции ночью привезли и больше изъема не вылезал чего вы сказали что это не ваша война не ваша война вообще глупо то что меня вас поправили на усиление человека который ну я же говорил своему командиру что я даже автомат в руках никогда не держал для для чего меня туда направляли я так и не понял просто ну реально как мясо я не мог оказать никакого сопротивления в два месяца вас же все устраивало два месяца уважайте а я уже не мог на это влияние они вообще далеко не все не ну а что вас не устраивало меня вот эта землекопка бесконечная я думал меня возьмут как связиста да как инженера как человека разбирающимся в автоматике электромоторах электродвигателях я неплохо механику на использовали по большому счету для копки аку ну да как экскаватор что то есть если бы вы были использованы по назначению все было бы хорошо ну ну то есть я делаю правильный вывод нет то есть если бы вы были связистом и сидели в штабе и были там на коммутаторе поднимали трубку то все хорошо вами правильно замечено что нет не было бы хорошо а что что было бы тогда не хорошо если вы были чистыми воздействия вообще я не хочу уже даже не как мне у меня было неправильное мнение уверен теперь вот что сыну вот он будет смотреть это интервью вы сейчас не поговорите по телефону шло ему хотите сказать я ему хотел сказать что чтобы со мной не случилось чтобы он не ехал сюда ни при каких обстоятельствах почему двоеточие и пошли пункты 1 если хотите по сути это обращение которое у нас военно-пленные делают в конце мы всегда просим чтобы пленный обратился к своим согражданам землякам и что-то сказал надо сюда ехать воевать не надо если ехать надо брать там теплые вещи там шорты купальные очки от солнца я не знаю есть хорошее слово это не наш война мне нечего давать вот к этому это много пунктов есть что делать дома есть к чему стремится дом во-первых россия большая страна куда тут еще зачем все это это братоубийственные не брата убийственно вы нам не братья невозможно это факт это вы себе придумали что мышь братья да в любом случае любая война не стоит человеческий не должен я извиняюсь тогда задам вопрос какого хрена царь которого вы лично выбирали четыре раза прислал вас убивать гражданам другой стороны вам вообще не все равно что здесь у нас происходит мне было до этого ну просто как даже не знаю наверное было не задумывался над этим не то что там все равно не все не были я просто не задумал вы сейчас обманываете почему потому что вы говорили что вы жертва пропаганды вам вливали в уши что здесь какие-то наемники иностранцы напали на украину я думаю что украинский народ хочет чтобы было как так же как при советском союзе это лично моя какая-то там давайте поговорим про советский союз ну были же братские отношения союзе нет нет почему опять ну мы ездили по всей стране без беспрепятственным рубежом общались подождите беспрепятственная езда это имеется ввиду без границ ну да из прикиньте у меня сейчас паспорт мой позволяет поехать в более ста краю стран мира украин хотел сказать евросоюз для нас полностью открыт любая страна я был практически во всех странах евросоюза я же говорю это же лично вы же мое мнение спросили я же не говорю что она правильно почему москве не было голодомора после войны а у нас был сорок шестом году в москве был голодомор я даже так вот вспоминаю отлично для меня в 90-е годы люди умирали от голода целыми населенными пунктами тысячи человек десятки тысяч человек умирала знаете почему потому что совок забирал все что можно было забрать и гналось это все по контрактам в америку и в европу а знаете зачем это делалось потому что нужно было строить совок а чтобы его строить нужны были технологии которых не были потому что все вот такие были и покупались все заводы покупались целые проекты и под руководством там американских европейских инженеров строилась большая стройка сколько там тысяч человек убито было через труд какой нахер совок это хорошо что в совке хорошего это мое место что назовите что хорошего в совке я уже сказал то что он знает там пионеров и рядом то чья роды разные семьи там примерно все одинаково как мне казалось жили ну не знаю играли как-то не за обещение все одинаково жили ну у меня такая компания была примерно одинаково да вы что не пожили в советском союзе ну вот как пожили только 12 лет это большин немаленький возраст сколько вам было когда он развалился 13 что вы помните из этих на улице стоящие автоматы газировка но это тоже и этапа ну так вам проблема он стоит автоматный с кафе ну понятно у вас уже не стоит что за бушу загонила какой-то вообще такой виды не бы нет это ваше мнение это ваша как бы мир я же ничего не имею дружно же не ходили с пирогами друг другу кто ходил куда прямо вот из девятиэтажки поэтому то что вы перестали ходить при вашем царе и все стали волчим взглядом смотреть это это же ваша проблема я например со своими соседями дружу причем тут от того что поменялся совок стала рашка то вы вам запретили к соседям ходишь общая за интонация что за утверждение такие бреду да нет вообще не но вы понимаете что я сейчас говорю правду друг в чем-то президент запретил ходить к соседям совки можно было андрей то подождите вы добрый меня зовут дмитрий а журналист из украины ваш отец в плену если вы хотите с ним пообщаться я оставлю в известность что разговор будет записан и опубликован но вы должны либо согласиться либо нет хорошо ладно общайтесь вы не говорите где вы находитесь андрей слушай я жив-здоров так скажи буду ждать обмена никаких действий ничего не предпринимайте в принципе отношения другое совсем предпринимать ему нужно военкомат пойти сказать чтобы в плену ай да тебе надо пойти военкомат сказать что я в плену чтобы а лучше позвоните диме и он быстрее как-то на это но военкомат обязательно никаких действий по поводу того что там какие-то еще звонки ничего не делайте это неправильно они должны садить большой кипиша делать сообщать всем военкомат их часть прокуратуры короче он написал кстати а мама написал тебя да а вы в курсе что я в плену да мы же видео видели 20 числа все завидим там и по моему еще пять человек на видео говорили что мы заплатили за за вас наши подписчики за вас заплатили чтобы вас не убили я тебе скажу так здесь в любом случае чтобы со мной не произошло делать нечего это чтоб ты понимал отлично прямо от ада я второе что здесь реально мне повезло то что сказали что попасть в плен будут убивать как говорится насиловать и так далее ничего подобного не было слава богу ну у меня было два варианта либо там как говорится подняться и умереть либо попасть в плен 16 человек вот там убила хочу как хочешь как живешь как здоровье да вообще все нормально слава богу я боюсь влазить мне бы вот чтобы обменяли меня добраться до дома наелся я так-то выходные еще собирался сходить нет никаких нет и военкомат вообще не ходи потому что тебе нафиг это не надо это маме скажи пускай она сходит или еще кто-то атакой дима дима запомни дима другом она она знает ему позвонить он быстрее помнит с Chloe чтобы меня просто обменили а я понял потому что есть я сейчас сижу ну как бы в надежде что также там украинские ребята ждут обмена в таком же плену и нас просто поменяют так все остальное мне дико повезло реально правда те говоря чистая правда без эти шансов выжить там почти не было так что это один из тысячи что так получилось чудо так что блин рад что вообще я переживал что вы не знаете и вас там это еще что-то ну как бы не был уверен что что наши военные сообщат вам о том что я в плену вообще потому что не знаю там сколько людей погибло но вообще мама звонила твоему получается как кто это майор у тебя был не знаю полковник короче который за те ответственные военные он сказал то что он тебя привел в другую типа группа все рассказать пьяни ничего не знаю а потом мы сказали ну вот потому что короче ну вот он у меня просто спустился ну вот короче ну поэтому я не знаю как там чего я не знаю ты знаешь любом случае лучше сидеть сидеть как говорится ждать обмена чем вот такое как там было там и то место куда меня отправили я там не знать чудом выжил под обстрелами я понял там летел и от наших и от украинской армии от наших тоже там было вообще там дурдом был там от от веще которые вот мама прислала чтобы ты знал вообще ничего не осталось не как все сгорело что они в порошок ну осколками их порвало все в первую же секунду все не при каких обстоятельствах ты сам военкомат не ходи потому что я не знаю чего-то для чащих может закончиться фиг узнай вообще зовут туда дорогу ладно еще бы со мной не случилось ты никаких этих решений не принимаешь пока то что с вами может случиться или не могу понять вашей фразы чтобы со мной не случилось что с вами может случиться вы в плену с вами тут ничего не может случиться им надо наоборот отбивать все пороги чтобы у вас внесли в списке что значит ничего не случится с вами не может Андрей ну все говорю не переживай мама успокоит слава богу что все обошлось вы денег никому не платите там да денег никому не платить не можете заплатить на вооруженные силы украины в зсу Андрей как там обстановка что люди говорят ну она нужна это не нужно настроение в массах какое вы где-то на работе я смотрю что там какой-то андрюх обнимаю крепко очень люблю давай давай все обошлось уже все равно слава богу что так получилось все обошлось до свидания или вы еще что-то хотели сказать еще спасибо огромное я очень счастлив если мы могли бы еще так потом после обращение человек делать не хочет по сути правильно я просто не могу обращаться почему давайте обратимся к путину к царю вашему вы выбирали к путину кто-то это можно я не буду этого делать я не могу почему можно я за вас сделаю царь мой путин великий спасибо что ты меня призвал спасибо что ты меня отправил умирать непонятно куда так можно конечно можно свободной стране и делаем что хотим у вас в плену прав больше только вы боитесь этими правами пользоваться по этой пойду по ходу могу кратко у нас раньше была рубрика послесловие это когда там мы с ловой говорили свое мнение про то что услышали во время беседы если хотите могу огласить моё послесловие не вас перед нами по сути классический человек которого съела пропаганда полностью который живет совком и его это все устраивает у нее есть жизнь типа работа дом работа дом ни на что больше нету это классический чувак который приходится работы чуваки это не ну не оскорбительное прошу прощения включая там рабзия 24 и там ему рассказывают про наты всякие про биолаборатории же вам рассказывали да это плохо вообще не замечать у вас тоже избил лабораторию когда болеете и анализы несете это биолаборатория прикинь голуби выращены в биолаборатории то есть вот это вот все она живет там это вскормили приготовили и в нужное время просто бросаем и он правильно говорит что у меня как мясо бросили это факт в армии не был 15 патрон так можно победить не кто победит в этом все можно потому что свое борется правильно совершенно верно разницу знаете между нашими солдатами вами ничего нового не придумали фашистская германия напала скинулись там штаты и другие страны которые не принимали прямых боевых действий участия помогли и победил совок вы сейчас на месте фашистской германии напали на страну которая меньше вас сколько населения украины 40 40 миллионов правильно а во сколько на 140 что у вас пошло не то у вас танчиков этих больше всех совок клепал я не видел там ни танчиков ничего а где я старую какой-то устарел правильно советский союз который клепал 72 я не видел я видел там катюш можно сказать там эти я не знаю как правильно называть не разбираешь но я видел потому что в 60-х годов это хорошо подготовленный военный вы если мы не в курсе так говорят что всех мобилизованных три месяца готовят а потом отправляют там целые десантники выходят этого него вот и все и он хочет жить газировка ходить строим в школу ты не хочешь его нормально не хочу жить в газировках я нормально жил просто говорю мне хватало не знаю я сделал глупость только из-за только из-за того что приперла что я подумал что уже по-любому сейчас отправить моих детей и все я подумал что пойдут я люблю спасибо за беседу короче проверим новый микрофон что он там в том совке так понравилось что у него хорошего вот то что сейчас есть ваших войска что есть ваших дружбу братство друг за друга каждый готов помочь это вы когда видели что вы видели чего такого не рассказываю вы как-то так сказали то что есть ваших поисках но то что у вас этого нету это понятно у вас там бесконечные драки склоки чеченские да у нас пьянка драки давно я это знаю мы это все разбор разборки автоматы забирают быка забирают еду забирают это все нормально но я не думаю что так мы до того докатились а у вас как раз и по телевизору уже говорили что наоборот говорят что попадая там украинец попадает в российский плен и там к нему ум она относится и так далее здесь вот люди с побоями я как сказать не может мне досталось пару раз по голове но я считаю это минимум пойдем это минимум я тоже это из того что но когда ребята вот взяли меня в плен был был момент когда в блиндаж где мы сидели прилетела мина и я самый момент думал что у меня сейчас прямо по расстреляют там парню другу и ногу перебил я даже позывную помню порода и перебил сильно прямо сильно я не знаю левая рука правая нога или наоборот ну по диагонали при прилетел осколок мы все сидели рядом не было 8 или 9 человека я не вот они у меня взяли только и ждали это был миномет уже со стороны но нельзя было команда до накрыть территорию там ну было бы вашего ли я в этот момент подумал что все тут нет варианта выжить потому что все были настроены как-то уже понятно да что и я еще тут наши нахожусь его человеку крайне плохо еще 2 ранило в ногу но не так сильно как и что наши и они при этом меня пальцем не тронули они они мне сказали давай вылезай помогай вытаскивай его я сразу скинул бронежилет свой у меня спросил разрешили можно бронежилет каску скину потому что тяжело было из брендажа вытащить вашего военного и тоже стал помогать его вытаскивать и ребята ваши же сразу ему турникеты наложили на руку на ногу на носилки ну и вот сколько получается четверо осталось кому один из командиров какой-то трое сослуживцев ваших я и вот этот раненый другие побежали вперед и сразу на группу разбились такой команду не сказал нести разложили носилки но не такие как носилки условные плащ условно с ручками ну да носил носилки и вот я взял тоже потащил дотащил меня при этом вашего человека почти сразу дальше эвакуировали ребята после того что даже случилось уже вышли там дали мне и дыря я не грунт слов да я знаю что они вроде я это знаю где-то сигарет ну я это понимаю как я знаю это уже вы думаете первая поэтому говорю что совет да еще хорошо ваша редко было такое нет это не советская это называется вы правильно сказали друзья по братым у нас есть такое слово мы тогда это было вот для меня шоком и я не ожидал да знаете сколько пленных попадают в плен там 7 дней не ели ниша не кормить у вас такого нет у вас можете пообщаться с теми с кем вы сидите в камере там как каждого второго бросили каждого третьего отправили как мясо на разведку боем каждого второго бросили каждого третьего командиром никто не видел вы своих командира виде командира рот вот где у меня и мы сейчас у нас уже не делали в плен нет а да это конечно он же меня все все что сам не пошел то мне развода вас кто позывные нету позвоню старшить мобик или все мобилизован и раньше не воевали никто и даже больше скажу у них как у меня диплома высшего образования просто я сразу отказался от звания их им дать звание только из-за диплома высшего образования я не военную кафедру не проходили нет нет они просто не постеснялись дать документы то есть они офицеры даже без военной кафедры как это они даже не дневной за очень про заочником давали офицеров без военной кафедры как они могут руководить если они ничем от вас не отличаются они звание пользы на различают название различать 3 звезды знаю что старший лейтенант 1 большая две большие майор это одна большая капитан знает 4 звезды но это я только вот сейчас он младший лейтенант не знаю сейчас вы учили где в длину не на обучение но они же точно такие вы же понимали не такие как может командироты который дубля не стреляют что такое позиции что такое вы на так я думаю что приедем у нас распределять по каким-то там боевым расчетам не есть офицеры боевые то есть я для меня шок такой же как вот с этого момента я понял что это вообще не то что я себе в башке представлял что какая-то ну вы то себе представляли что есть нормальные офицеры командиры взялись туда их будет порядок и так далее ну а тут полный беспредел как того что один копается утра до рассвета от заката до рассвета каждый день и так далее другие просто сидят над этим смеются да и все правду говорю так и я это знаю вы меня не удивляет ну и победить так можно нет конечно если еще одна мобилизация будет что будет я буду держаться от этого не имеется ввиду для фронта для вашего это поможет поможет техника который у вас был один зил урал урал на две роты дроны у вас были нет а наши дроны а вашу ну какой-то там редки появится мужья же не знаю наш не наш я знаю что к нашему мне у наших ни одного него ни одного дрону абсолютно четко ни одного дрона не было это хорошо а